Друзья, всем привет! Сегодня снова хочу поговорить о монтажной пене. Почему снова? Потому что я недавно как раз выпустил видео на эту тему, но после того, как я его опубликовал, я понял, что о некоторых вещах я забыл рассказать. А также, почитав комментарии, понял, что в этом видео как раз могу ответить на некоторые вопросы. Для начала хочу приступить к заготовлению, на мой взгляд, простейшей, но тем не менее, очень полезной самоделки. Для этого я взял пустой баллон и стравливаю с него весь воздух. После этого простым канцелярским ножом отрезаю верхушку, как на видео. Далее, чтобы сделать самоделку наиболее безопасной, делаю небольшие разрезы, а затем загибаю края. Так, случайно порезаться уже не получится. Пассатижами отрываю клапан таким образом, чтобы трубочка осталась в баллоне. А потом беру шприц на 20 кубиков, наношу суперклей на выход шприца и вклеиваю в клапан баллона. А пока клей сохнет, я сниму с полного баллона пистолет. Для этого, взяв его этим самым пистолетом вверх, я сгоняю пену до тех пор, пока не пойдет воздух. А далее просто откручиваю пистолет с баллона, не боясь испачкаться пеной. Оставшуюся каплю можно, конечно, и оставить, просто потом вытащив засохшую пену саморезом. Но лучше удалить сразу. Я пользуюсь вот такой многоцелевой смазкой VS-40. Многие спрашивали в комментариях, что это такое за смазка, вот отвечаю. Это не реклама смазки, просто путем эксперимента получилось узнать, что эта смазка неплохо справляется с такой задачей. Баллон почистили, а вот для прочистки пистолета используем самоделку. Клей как раз подсох. Для этого просто наворачиваем самоделку на пистолет, вытаскиваем поршень шприца, наливаем растворителя и идем пробовать. На все откручиваем ограничитель подачи на пистолете, нажимаем на курок и даем шприц. До тех пор, пока растворитель не потечет через носик. Все, чистка готова. А самоделка простая и рабочая. Теперь наворачиваем пистолет на другой баллон и видим, что все хорошо. Кстати, для тех, кто не знал, вот вам совет. Перед тем, как наносить пену, рекомендуется слегка смочить поверхность водой. В то место, куда будет наноситься пена. А затем смочите саму пену. Так она крепче будет держаться и быстрее подсохнет. Это даже написано на некоторых баллонах, просто многие не читали. Вот еще совет, который хотелось бы добавить. Ситуация. Надо запенить что-то, например, под потолком. Но как это сделать? Ведь баллон, как вы знаете, нужно держать вверх дном. Сейчас расскажу, как быть. Если запенить надо совсем немного, то можно баллон наклонить на бок и быстренько сделать дело. А вот если много, то берем вот такую трубку, я взял от гидроуровня, и отрезаем кусок произвольной длины. Насаживаем на носик и идем пробовать. Баллон держим как положено, пускаем пену. Она красиво идет по трубке, и как только доходит до края, берем и спокойно себе пеним. В комментариях часто спрашивали, как удалить засохшую пену. А многие отвечали, что есть такое чудо-средство, димексид. Продается в аптеке и стоит копейки. Ну что ж, давайте попробуем. Как раз есть засохшая пена в крышке баллона и на куске пенополистирола. Залил и оставил так на 2 часа. Ну и попробую отковырять. И на первый взгляд могу сказать, что некоторые эффекты есть. Димексид как бы размягчает засохшую пену и вроде как кристаллизует ее. Продолжение следует... На пенополистироле видно, что в тех местах, где жидкости было больше, там пена отстает проще. Что ж, средство довольно эффективно. В этом видео поговорили про пену из пистолета. А что делать, если его нет или он сломался? А запенить что-то по-быстрому надо. В прошлом видео я показывал интересный способ со второчкой. А в этом покажу еще один, не менее интересный способ добычи пены из баллона. Для этого я беру простой шланг. Насаживаю на него несколько шайб и гайку. Затем надеваю всю конструкцию на клапан баллона. Вот и все. Самодельный пистолет, которым можно запенить по-быстрому, готов. А на этом на сегодня все, друзья. Если кому видео понравилось, то обязательно поставьте лайк и напишите своих пару слов в комментариях. Ну а для тех, кто еще не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Хорошего всем настроения. Пока-пока.